Приветствую вас Вероника. Тот вопрос, который вы задаете, он демонстрирует в первую очередь ваше отношение к себе. Он демонстрирует ваше отношение и восприятие своих чувств, то, что вы свои чувства, которые считаете нежелательными, склонны выкидывать, если я правильно вас понял, и хотите от этого избавиться. И спрашивайте, собственно, как это сделать. Если говорить о техническом способе, это НЛП, нейролингвистическое программирование. Если говорить о более гуманном, более мягком, более системном, общем подходе, то это, ну, вырисовывается совсем другая картинка. А именно, вырисовывается первая определенная проблематика у вас с вашим партнером. Это 100%. Если бы с вашим партнером у вас все было хорошо, то, значит, этого бы не было. Точнее, было бы, но было бы совсем по-другому. Второе. Это уровень открытости между вами и вашим партнером. У вас может быть все хорошо. Но вопрос в том, насколько вы честны друг с другом. Со своим партнером не с несвободным мужчиной, с которым вы сейчас в отношениях, а именно, насколько вы честны со своим партнером. Это важно. Насколько вы искренне с ней, насколько вы честны, насколько вы естественны. Вот. Если подумать, то вы, опять же, если вы отыщете в себе мужество посмотреть, вы, я уверен, найдете какие-то моменты, которые вы, как минимум, пытаетесь замолчать. Как минимум, замолчивать, точнее, я бы даже так сказал. Следующее. Следующее. Это запретный плод. Запретный плод здесь чисто случайная история. Может быть, это, конечно, и элемент системы. Я склонен думать, что это случайная история, потому что точно с таким же успехом это мог быть и свободный мужчина. То есть только для вас это ничего все равно не изменило бы. Вот. Но это, на самом деле, не так важно. Хотя я бы, на самом деле, посмотрел на эту ситуацию в более широком, в более широком контексте. Может быть, это часть какого-то, какой-то общей картинки. Вот. Дальше. Безумные чувства. Безумные чувства или импринт. Импринт дословно переводится как «за впечатление». Запечатление возникает тогда, когда кто-то или что-то попадает в некий сформированный человеком, как правило, задолго до происходящее, до события образа. Образ попадает в задолго сформированный человеком образ и вызывает очень сильные чувства. Яркий пример то, что есть в вашем вопросе. Ваши чувства, которые возникли к мужчине, связаны с тем, что он соответствует некому вашему образу мужчины, который вы уже сами давным-давно забыли, который у вас уже тысячу раз поменялся. Вы под новый образ, может быть, выбрали себе партнера, с которым вы сейчас вместе. Но тот образ до поры до времени дремал. Вы думали, что он забыл, а он оказался не забыл. Поэтому подвержены все. Соответственно, остается признаться факт того, что что-то из того образа, который, как вы думали, вы забыли, что-то из того образа еще живо и важно для вас. Следующий важный момент, это, собственно, некая специфическая такая история, когда, например, с моей точки зрения, это нормально, что люди, которые какое-то время были вместе, вдруг испытывают влечение к другому человеку. Нормально, потому что человек такое существо, в принципе, что требуется какое-то новое, да, что-то новое. И порой это имеет вот такую форму. Мне кажется, что здесь это называется один из критических точек, проверяющих крепость ваших отношений с партнером. Потому что если ваши отношения с партнером, я имею ввиду с постоянным, не очень доверительны, если ваши отношения с постоянным партнером не наполнены принятием друг друга, если они базируются на каких-то компенсациях, то это может их подчеркнуть. Но если все то, что я перечислил, есть, и мы ненадолго, как вы понимаете, абстрагируемся от более привычной картинки, то здесь все упирается в, по сути, это дело морали. И иногда для сохранения отношений нужно позволить себе сделать то, что вам хочется. Конечно, при условии, если у вас с партнером есть полная честность и открытость в этом вопросе. Такое бывает не всегда, справедливость ради, надо сказать. И, ну, это вполне реально зачастую. Конечно, более распространен вот этот вот сценарий, когда в отношениях что-то не так, или человек сам себя обманывает, или человек сам себя зажимает, или человек играет роль определенную в отношении к постоянным партнерам, а вот другой человек, который появился сейчас, он как бы раскрывает некое, что называется «синевую» в кавычках часть личности, ну вот в данном случае вас. И эта часть личности вами не принимается, вами отторгается. Возможно даже, что вами она позиционируется как что-то очень негативное, но по факту, куда бы вы ни пришли, с кем бы вы ни начали отношения, она все равно будет с вами, чем быстрее вы ее примете, тем лучше будет для вас. Поэтому мне кажется, что выкидывать ничего не нужно. То, что сейчас происходит, это означает, что вам пришло время разобраться, в себе, в своей жизни, в своих отношениях, в том, как вы себя ведете сами с собой, с другими людьми, со своими близкими и так далее. И то, что сейчас происходит, то, что с вами произошло, это реальная возможность повысить уровень своей жизни и может быть добиться того, о чем вы никогда и не мечтали. Но для этого нужно начать в этом разбираться, а не просто найти какой-то универсальный, как вы думаете, ответ на вопрос, как выкинуть из головы мысль. Кстати, последнее наводит на вывод о том, что вы, вероятно, обесцениваете себя, потому что считаете, что к вашей проблеме уже есть решение. Нет? Вы уникальны, вы индивидуальны, к вашей проблеме нет решения. У вас и не проблема, в общем, потому что происходит нормально. Просто вы не знаете, как с этим обращаться, вы не знаете, что с этим делать, и вы не знаете, что это такое. Мне кажется, что задача психотерапевта как раз в том и заключается, чтобы помочь вам это все увидеть. А что с этим делать, решите сами. Но не ждите, что ваша жизнь станет легче. Нет, ваша жизнь важнее, ответственности станет больше. Но и возможностей быть счастливой тоже будет больше. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация будет разрешена. Редактор субтитров А.Н. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова